Это вам кажется, Анатолий Николаевич, что вы говорите достаточно банальные и очевидные вещи. А мы же каждый живем в своем мире. Выходите из своего мира, нельзя жить в своем мире, надо жить просто в мире. Существуют круги внимания, малый круг внимания. Это взаимоотношения меня с самим собой. Знаю ли я, кто я? Вы же сейчас видите не меня, не Анатолия, не его, а вы видите человека, который я вам показываю. Потому что наедине я очень закомплексованный, зажатый, стеснительный и по-прежнему неуверенный в себе юноша. И эти травмы с детства из меня никуда не исчезли. Я просто умею их контролировать. Я не даю этой слабости своей брать над собой верх. Вот и все. Но она всегда есть во мне. Это во-первых. Во-вторых, есть средний круг внимания. Это я и вы. Мы разговариваем с вами. Это средний круг внимания. Наши отношения с каждым человеком индивидуально. Вот, например, мои отношения, допустим, с оператором, который стоит за камерой, они не сложились. Их нет, не существует. Но вот сейчас я разговариваю с ним, и они уже начинают складываться. Каждый человек индивидуально. И выстраивание взаимоотношений вот этих вот. Это тоже очень, это техника определенная. Это другой круг внимания. И, соответственно, я и социум. Как меня будут воспринимать другие люди, которые будут смотреть эту передачу, либо которые меня знают. Это третий круг внимания. И умение управлять этими кругами внимания и называется жить в этом мире. А многие живут как в кракушке, в капсуле. Либо наоборот, я работал с одним политиком. Прихожу к нему, а он со мной разговаривает как с народом. То есть, я понимаю, что я один. То есть, я вышел на улицу, смотрю, он стоит в окне один. Он себя как постамент носит. Я понимаю, идет психическая деградация личности. Человек психически неадекватен этому миру. Нет, он умеет зарабатывать деньги, он прекрасно выступает по телевидению. Но он реально больной. Фамилии называть я не буду. Хотя таких много можно подобрать. И вот такая вот фишечка происходит постоянно. Ведь с чего начинается психическая деградация личности, Ева? Как вы думаете? Не знаю. А что тут знать? Это просто, это элементарно. У меня другой вопрос к вам сразу. Нет, нет, вы ответьте на мой. Не знаю, не знаю, не знаю. Когда человек врет сам себе. Точно. Другим может быть хорошо или плохо. Себя обманывать нельзя. Но вы, когда приходите домой, стоите голые перед зеркалом, смотрите на себя. Вы вообще знаете, кто там в зеркале отражается? А я вам сразу скажу, вы болеете одновременно двумя болезнями. Манией величия и комплексом неполноценности. Прекрасно. И вот этот разрыв между вот этими двумя болезнями. И есть вы. Да. Вот здесь вот гармонию выстраивать надо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...